бог огня бог солнца бог земли бог воды дай нам хороший выпуск беременна в 16 не клишированный не заезженный что-то действительно интересное кринжовое чтобы мы зарядились энергией на всю оставшуюся неделю всем привет друзья сегодня в студии я маг потомственный и зовут меня святослав святослав горечкин так меня назвали по батюшке я потомственный маг в тридцать четвертом поколении бульонные кубики маги назвали в честь меня точнее в честь нашей семьи прямо сейчас я сделал расклад специально для моих подписчиков на эту неделю что же ждет всех зрителей моего канала давайте же доверимся картам я занимаюсь вторологии уже около 14 лет и в целом результаты моих людей которые ходили ко мне на сеансы в основном удовлетворительные для тех кто выжил давайте же посмотрим что ждет вас на этой неделе так ну это неделя будет скажу честно достаточно тяжеловатой у нас здесь смотрите королева пентаклей что это значит это значит что вы точно умеете водить машину видите руль в руке у нее и возможно на дороге будет некоторый конфликт конфликт с другими но вы руль все равно не отпускайте все будет хорошо также у нас есть карта смерть не переживайте за рулем никто не умрет возможно вы просто на этой неделе поменяете машину потому что смерть это своего рода перерождение ну а также вот эта карта посмотреть что показывает видите пентаграмм много это колеса вам придется поменять на зимнюю резину уже шины вот значит такое у нас гадание я на 400 процентов уверен что он сбудется абсолютно у всех по ссылке в описании вы можете заказать у меня расклад а также мерч нашей студии гадания святослава горемычного мы вернули мерч люди не меняются которые вы так давно просили худи толстовки это все одно и то же и это имеется в продаже майки лонгсливы и т.д. и т.п. также у нас кружечки носочки и прочая атрибутика если поставите 200 тысяч лайков на этот ролик я выпущу свои гадальные карты и давайте еще быстренько до перед началом беременна в 16 я еще не смотрел сразу же я угадаю пол ребят как угадаю карты мне все покажут я даже определю пол по одной карте и это у нас башня что значит башня это жесткий жесткий стояк соответственно будет мальчик боже как же все очевидно карты я далеко убирать не буду потому что расклады будем делать абсолютно на все дабы вы поняли что перед вами потомственный кубик маги святослав чернышевский поехали подождите получается я записал вступление но забыл самое главное 3 2 1 а атмосферка всем привет меня зовут маша мне 16 лет я живу в городе рубцовск алтайском крае в курсе что в городе рубцовск все рубцы заживают сами по себе если у вас например вот растяжки после беременности либо может быть вы порезались глубокая рана образовалась на теле в город рубцовск поезжай рано заживай вы видели какое здесь обволакивание произошло боже мой ладно теперь это больше напоминает пожар я куда-то пропадаю мама мама учусь я в десятом классе и после 11 планирую получить высшее образование думаю стать банкиром но саму школу не сильно люблю бывает на урок скучно да и друзей у меня особо нет я привыкла поэтому я пошла в банк в банк спермы так и называю своего парня ребята ставь лайк если эльдар медленно пропадает где-то как уууууууууу хахааа бля что-то дымо я много допускал , надо было остановиться Лидером в компании, с друзьями, но мне надоело выбивать свое лидерство, поэтому я лучше посижу дома. Я привыкла быть лидером в компании, с друзьями, но мне надоело выбивать свое лидерство, поэтому я... Что иное? Ну поэтому мне надоело веселиться. Я когда слышу слово лидер, сразу в голове у себя представляю программу лояльности авиакомпания Белавиа. То есть ты там накапливаешь баллы и типа летаешь бесплатно, но проблема в том, чтобы заработать просто обычный полет на экономе бесплатный в Белавиа, тебе нужно, не знаю, потратить, наверное, столько денег, сколько стоит их самолет. Вот, поэтому... Ты будешь мне свечки скидывать еще или нет? Ты, моя писька с ушами. Лучше посижу дома. Ведь в своей семье мне не приходится ничего выбивать. Я и так в центре внимания, потому что моя мама Таня очень долго ждала моего появления на свет. Она... 200 лет где-то. ...любит меня и позволяет делать то, что я захочу. Мы с мужем прожили 5 лет, у нас не было детей. Мама Таня, знаете, такой прикид, будто бы она только что встала из заказа в магазине и пошла давать интервью. Ну, я про этот фарточек синенький. Видите, или дочерить. Мы уже стояли даже на очереди, и тут нам Бог дал Машуньку. Кредит. Была, наверное, самая... Так мы называем наш банковский отдел. Счастливой женщиной. А когда-то мама была еще сливой женой, но они с моим папой Сережей разошлись, когда мне было 8 лет. Когда выходила замуж, ну, я его очень сильно любила, но оказалось, я женой-алкоголик. Такая, знаете, типичная история. Я его любила, он оказался алкашом. А как он стал алкашом? В отношениях? Или ты выходила замуж за алкаша, а потом удивляешься, что ты вышла замуж за алкаша? Несмотря на это, воспоминания детства у меня... Несмотря на милая личка, алкоголичка, алкоголичка... Когда родители жили вместе, папа хорошо зарабатывал, был дальнобойщиком, ездил на Север-России, но сейчас он нигде не работает. Север-Россия, это одно слово, кстати. Живёт со своими родителями в деревне Толовка, за 60 километров от Рубцовска. И общаемся мы крайне редко. Я ни в чём не нуждалась. Папа для меня делал всё. У меня даже вот в 5 лет был телефон. Папа очень... Знаете, такой пластмассовый, с тремя кнопками. Очень добрый человек. Он всё может. Он всё умеет. Цирроз печени может сделать. Камни в почках, с удовольствием. Больной желчный, да без проблем. Единственный минус, то, что он пьёт. После развода родителей, моя жизнь изменилась в финансовом плане. Маме сейчас 41. Всю жизнь работает продавцом табачных изделий. И на её... Блин, я прям как попал, да? Потомственный Макс Вятослав Игоревич. Плату в 15 тысяч рублей нам приходится туго. И хоть мама мне всё разрешает, купить что-то может не всегда. Зато это делает моя бабушка Наташа. Мамина мама. Ей 62. И свою пенсию в 18 тысяч рублей она любит тратить на меня. Она мне как дочка. Единственное, что только я её не родила. А так я её водила. Её и на кружки водила. И до обеда в садике водила. Но, если получится, то я, конечно, её рожу. Почему бы и да? Я везде была. Бабушка воспринимает меня как дочку. Потому что с ней я и живу последние 4 года. Так получилось, когда мама встретила моего отчима, дядю Лёшу. И переехала с ним в однокомнатную квартиру. Блин, классная мама, да? Получается, у неё есть ребёнок, и она такая... Ладно, пускай ребёнком бабушка занимается, А я буду налаживать свою личную жизнь. Супер! Отчиму 45. Он мастер тепловых сетей. Зарабатывает 20 тысяч рублей. И хоть его часто не бывает дома, Мне комфортнее жить у бабушки. Здесь у меня своя комната. С виду баба Наташа такой белый пушистый одуванчик. Но на самом деле она строгий человек. Очень любит, чтобы... Если честно, мне не очень нравится, Когда внуки называют своих бабушек, дедушек баба. Ха-ха-ха-ха-ха. Что это за баба? Баба Наташа. Послушали, воспитывает до сих пор, Хотя мне это не нравится. И воспитание, это делать уроки и поздно не гулять. Ты должна ко мне прислушиваться, раз ты со мной живёшь. Меня вот это бесит. Мне нравится жить так, как я живу. Раздражающая бабушка и своя комната, Либо жизнь с отчимом и мамой. Выбор очевиден. бабушка просто не может смириться с тем что уже полтора года я встречаюсь с парнем его зовут вова что ты слова зачастила ходить дочь до добра не доведет что ты с ним ходишь так поздно папа что может случиться ну что может случиться ты в себе что случается когда вдвоем гуляют я раз ее воспитана должна мое разрешение спросить разрешу я или нет не это тоже обидно но на кстати когда вот явно так прям очень жестко что-то запрещает то ребенок не будет делать все наперекор делать так как не надо а вот мама моя совсем не против на сайте абсолютно непонятно что это анарак адидас супер замазали их слова отношений общительный простой ненаглый как сама шапу них все было самое главное чтобы дочка не вмешивалась мою личную жизнь и с моим новым мужем это самое главное хорошо вова старше меня ему 19 лет и познакомились мы через общего друга а затем начали в кровати вместе гулять это любовь с первого взгляда для меня вова самый красивый я обожаю вот эти вот знаете в 16 лет эти это любовь с первого взгляда я никогда его не прошу это самое лучшее что со мной была жизнь парень рубцовский глаза у нее очень красиво мне прям нравится все написал и предложил ей встречаться она такая сначала вот типа я не знаю я подумаю сами подруги мне рассказывали я там чуть ли не взрывала сейчас за партой вова просидел только 9 классов и дальше учиться не захотел вместо образования выбрал тусовки и веселую жизнь кайфовал как мог откуда деньги у них на это вот не понимаю до знакомства с машей вообще не было серьезных отношений там максимум на месяц и все давай олега дарич бухал по черному гулял с пацанами клубы это был трэш он вообще знаете не похож на такого классического алишера мургенштерна который просто жестко флексит он похож знаете вот на плотника на столе ра 5 разряда ниша ваще но со мной вова другой он изменился горбатый из-за клубов мы ходим в смотрим выступление в цирке просто гуляем и делаем это на его зарплату поля чтобы как-то ухаживать за мной он устроился на работу собираешь урожай на полях получает 800 рублей в день вообще с машей хочу до конца для 800 рублей в день Господи Я когда в Москву прилетаю Там по делам каким-то или еще что-то Ну в основном по делам, всегда по делам И выхожу из аэропорта Подхожу там в любую кофейню И там просто стакан капучино 450 рэ стоит Я услышала, когда Вова решил Сделать мне нестандартное предложение Выйти за него замуж Вместо одного кольца подарил два И предложил обменяться Одно из них цирконевое Я знаю, что с Вовой я на всю жизнь И я благодарна Богу, что встретила его Посмотрим к концу передачи А вообще быстренький расклад На всю ли жизнь Маши со своим парнем Давайте быстро проверим Итак Так, что это у нас такое? Ну Смотрите Карта 7 кубков Скорее всего максимум на 7 лет Следующая карта 6 кубков Возможно на 6 лет И следующая карта 8 кубков Скорее всего 8 дней Что будет, узнаем далее А семья Вовы Благодарна мне за такие положительные изменения В его жизни Особенно маму Вовы Тетя Аня Ей 40 лет Мне она сразу понравилась Только что она маленькая Мне показалось Она вообще Такой вот ребеночек А Вова твой Просто огромный мужик Обеспеченный с деньгами Даже для дружбы Вот Ну еще ребенок совсем Вова реально выглядит Знаете Как такой Тор классический С папой Вовой я не знакома Его родители развелись Когда он был в первом классе Знаю лишь, что папу зовут Сергей Он живет в Рубцовске Отношения с сыном нормальные Но видятся редко А вот с отчимом Вовы Я виделась только пару раз Дядь Леша 43 Его часто не бывает дома Ездят по северу Ремонтируют спецтехнику Получают 35 тысяч в месяц А мама Вовы Работает разнорабочий На производстве За 25 тысяч Ну почему А к чему они вот зарплаты говорят Просто чтобы типа мы понимали Как люди живут Чешо Хороший мужик такой Зарабатывает Для нашей семьи Старается все Вова Средний ребенок в семье Старшая сестра Вика Живет уже отдельно А младшая сестры Средний по развитию Наши 6 И она то, чем у Вовы Вы идете сегодня с Машей гулять-то? Да Ей всего 16 лет Тебя в тюрьму посадят Не посадят Так что надо быть аккуратней Потом будет не смешно Кстати, похож на своего отчима Вова рассказывает Какие веселые разговоры Происходят у них За семейным столом И вот мне как-то не весело Мне страшно Что будет с Вовой Когда все узнают Что я беременна Давайте узнаем Что будет с Вовой По одной карте Это быстро Карта Колесо Фортуны Я думаю Даже объяснять не стоит Что у Вовы Будут серьезные разговоры С родителями А там уже Как подует ветер Куда мама скажет И Вова как флюгер Пойдет в ту сторону За него все будет решать мама Мы с Вовой долго ходили за ручку Пока я не решила Что ему этого будет мало Я переспалась И потому что боялась Что он от меня убежит Классика, классика Девчонки, не делайте так Особенно если вы маленькая Если вы взрослая То делайте что хотите Когда вы маленькая Это выглядит как манипуляция Не ведитесь Я очень влюбилась И боялась Что я потеряю его Или он меня изменит Но я на самом деле Не хотела так рано Я вообще не хотел Я боялся Что она маленькая Еще вот это вот И я прям такой Потом я Раздвинул ноги Посмотрел Да не норм Все Не-не-не-не Еще А Маша вот хотела Попробовать узнать Что это такое А-а-а А-а-а То есть Она говорит одно А он другое Окей Как это И узнавали мы это Не предохраняясь Ведь я точно знаю И Вове говорила Что я не забеременею В девятом классе Обычно Водят девочек К гинекологу И мне Сказали что Яйцеклетка Не готова К оплодотворению Ну то есть Еще не сформировалось Все Чтобы я забеременела Тут мы вообще Забили Поэтому я не понимаю Почему Кстати да Если один гинеколог Это сказал Значит 100% Так и есть Не нужно Ходить еще К другим врачам И не нужно Рассчитывать На классическую Физиологию Неделя задержки Постоянно думаю А вдруг я беременна Не хочу Чтобы бабушка Видела меня В таком состоянии Поэтому после школы Я пошла к маме домой Хоро Вообще это классно Знаете да Сбросить просто Всю ответственность На какого-то Левого человека Что что очень в командировке Но не знаю Как начать с ней разговор На улице такая погода хорошая Сидишь в своем телефоне Насидишься еще дома Сходила бы Погуляла Мама Я пойду не одна А такая с кем С твоим внуком Я не хочу Не хочу гулять Я уже нагулялась Кажется мама заметила Что я нервничаю Потому что вечером Как только мы легли спать Она сама спросила Что у меня на душе И я рассказала Что у меня задержка И объяснила почему Ты что с дубу рухнула что ли Да откуда врач Такой взять мог Маш Ну ты меня убила Возможно Маша Не так поняла Я даже не знаю Как врачи так могли сказать Какие тут могут быть Эмоции тут просто шок Утром мама пошла в аптеку За тестом на беременность И пока я его делаю Чувствую Как от страха Идет по телу холод Жду-жду И тут появляется Вторая полоска И все Я не знаю Я прям Точно Ну как А где интеграция Теста на беременность Я не понимаю Ребенок Так рано И это же на лице Я прочитала у мамы Когда показала ей Результат теста ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 То виноваты оба Мы что Повзрослее должен был Думать Как бы он Мне страшно за реакцию Вовы Это ведь я Сказала ему Что не могу быть беременна А теперь вот Две полоски Я их сфотографировала И отправила ему И Вова такой Блин, а я думаю Че этот ребенок в капусте нашел Ха-ха Ты же две полоски у тебя Я думала, он мне сразу ответит, перезвонит мне. Он прочитал и пропал. И я не знаю, что делать, если Вова сольется. Бабушка с ребенком на порог вряд ли пустит. И вообще не знаю, что будет, когда она узнает, что я в положении. И куда мне идти? К маме в однокомнатную квартиру? У меня телефон в руке сломался, просто пополам. И он такой, больше ты не беременна. Радостно, что ребенок, грустно то, что не работает, недостаточно прибыльно. И ничего, не жилья. Ну, тоже страх я не буду Маше показывать, зачем. Ну, я же все равно мужчина, как-то ей нужна сейчас моя поддержка. Быстро сходи в магазин за таблеткой, чтобы впоследствии произошла некоторая конфискация ребенка. Чего будем радовать? Я очень рада слышать это от Вова. И мне приятно ощущать его поддержку. А моя мама, видимо, тоже хочет что-то от него. Ведь сразу пришла к нам, когда услышала голос Вова. Она хочет услышать три самых важных слова. Мы готовы сделать аборт. Три плюс один равно три. Чего делать будем? Чего рожать? И ты готов к этому? Конечно. Ты же понимаешь, что ребенок это не игрушка. Конечно, понимаю. Нам денег зарабатывать. Чего, буду работать? Будем воспитывать. Ну, ничего, справимся, я думаю, с нашей. Я поняла, что выбрала все-таки того человека. Что у нас все будет хорошо. Кстати, когда на словах что-то говорят, значит, точно так все и есть. Я хочу тоже познакомиться с твоей мамой и пообщаться. А, ну это, конечно. Как-то надо организовать эту встречу. Да, и он вообще не похож на чела, который занимался просто расточительством своей жизни, вечно тусовался и т.д. Я вообще не знаю, как я маме буду выгорячить. Она меня, наверное, прибьет, еще выгонит с дома. Не знаю вообще. Будет вообще. Потому что сколько раз мы с ней насчет этого разговаривали. Что предохраняться там надо. Сейчас я приду, скажу. Ну, все, мам, ты бабуля у нас. Главное, после этого разговора остаться в живых. Мы с Вовой решили не... ...пока его мама узнает новость от моей. И на следующий день во всем сознались с тетей Аней. Вы что, с ума сошли? Надеюсь, это шутка? Нет. У меня просто голова взорвалась. И вообще... Радуйся, будешь молодой бабушкой, боже мой. Он будет делать с этим ребенком. Че делать будем? Шашлык. Ничего, рожать. Как вы думаете жить? Так же, как и все. Работать, воспитывать. Что с твоей учебой? Бля, почему я... Вот каждый раз я это слышу. Что вы будете делать? Работать будем, воспитывать. Ей 15, ему 19. Супер. Бои будет. Буду учиться. А как ты будешь учиться? Вова в тюрьме будет. Его посадят. Чего бы его посадили? Ну, за то, что ты несовершеннолетняя. В первую очередь, вина моего сына. А если тюрьма, это все, жизнь поломает ребенку. Когда я услышала, что Вову могут посадить, я испугалась. Ведь ладно, мама еще приняла мою беременность. Но бабушка-то еще ничего не знает. И не знаю, как поведет себя она. Мама Вова попросила уйти с ее глаз. Да мы и сами не против. Скоро придет отчим домой. Не хотим еще одного разговора. Злость на него за его безответственность. Мы с Вовой немного прогулялись и разошлись по домам. Я осталась у мамы. Не хочу ехать к бабушке. Боюсь говорить ей, что беременна. Тем более, что на следующий день мама записала меня на урок. Бля, почему беременна в 16 ни разу не снимут серию? Типа, можно же тоже там растянуть невероятно. Просто тот момент, когда она узнала о беременности. И следующий момент, когда она сделала аборт. Ну типа по хрону. Это было бы хоть раз прикольно. Точно беременная, да? Да. Такая, знаете, лежит живот вот такой. Ты точно беременна? Не-не-не, это пельмени. Беременность. Моточная. 425-я неделя, все норм. Шейка у нас закрыта. Все хорошо? Да, беременность развивается хорошо. Патологий никаких нет. Когда врач мне подтвердила мою беременность, все, Маш. Ну, взрослая жизнь, тяжелые дни, капец. Блин, как же хочется в 15 лет взрослые дни, вот эти тяжелые. Срок беременности у меня 9 недель. Поделилась этим с Вовой. А он рассказал, что его мама с вечера... Бля, 9 недель это сколько? 2 месяца? Это у нее задержали. Он начала выносить мозг по поводу того, что я в положении. И продолжает делать это до сих пор. А что, если на аборт пойти? Нет, никакого аборта. Как ты будешь содержать ребенка вообще? На деньги, которые заработают. Где ты будешь работать? А ребенок это совсем не шутка. Я знаю. Я родила в 17. Тоже не было ни мозгов, ничего. Да я просто поломала себе судьбу и все. Если бы ничего не получилось, я отучилась бы в мед. Было бы образование. Маш, ну что там мама Вовы? Как-то не сильно рада она. Вове говорит, что рано еще детей заводить. Не хочет, чтобы я рожала. Но аборта точно не будет. Я с ним поговорю, Маш. Я забеременела второй раз. Но семейная жизнь, как у нас, не складывала. Мама точно будет топить за ребенка Деталова. Потому что ей Бог, как говорится, дал позднего ребенка. Она его хотела всю жизнь. И теперь, естественно, она будет поддерживать свою дочь, чтобы та рожала. Поэтому я сделала аборт, хотя я хотела этого ребенка. И поэтому у меня было чувство обиды и чувство вины. А ты, Маш, обязательно скажи бабушке. Я боюсь ее реакции. Сама представляешь. Мне рассказать бабушке страшно, потому что она строгий человек. Я уверена, что она прям отправила меня делать аборт. Мне кажется, бабушка наоборот должна отреагировать. Типа, ура, я буду прабабушкой. А еще я боюсь, что бабушка напишет на Вову заявление в полицию. Она что, сумасшедшая, что ли? Поэтому я решила оттягивать время. И буду молчать столько, сколько смогу. Я дала маме номер телефона теть Ани. Они с моей мамой... Теть Ани. ...договорились встретиться на выходных. Сегодня встреча наших с Вовой мам. Вова говорит, что его взволновано с самого утра. Я его напугала тюрьмой, что посадят. Он сказал, что это все обоюдно. Ты согласна, что обоюдно? Согласна, что сделаешь? Раз у них так получится. Такие мамы две за скрипто. Ты как? Согласна? Я согласна! Значит, будем, наверное, рожать. Единственное, я переживаю, что бы Вова работал. Ну, не справиться, будем помогать. А если будешь финансово помогать, то они работать не будут. И как-то им надо жить. Где они жизнь будут, как? Ну, это как бы они должны тоже решать. Я довольна знакомству с Аней. Она очень хорошая женщина. И в будущем, я думаю, что наши общения будут продолжаться. Ну, раз мама дала согласие, пусть. Как-то мама Вовы мне больше импонирует. Мама Маши какая-то такая потерянная, что ли, не знаю. Пока наши мамы говорят, не хочу сидеть дома с бабушкой. И пошла посидеть с подругой Келли в кафе. Подруга Келли. Беременна я. В смысле, ты беременна? Серьезно? Ну, да. Я вообще в шоу. Все мои любимые сцены, типа, камера стоят. В смысле, ты беременна? А в каком мы шоу сейчас? Я думал, мы участвуем, кто хочет стать миллионером. Мама, что это, беременна в 16? Боже, ты беременна? Как так? Честно, я офигела. Подруга, ты че? У меня чуть челюсть не отвисла. Что ты дальше-то делать будешь? Учеба? Как? Я не знаю. Я не знаю. Я хочу учиться. Так вы теперь в слое съезжаться будете или как? Конечно, съедемся. Он вообще что-нибудь говорил, что будет вас обеспечивать ребенок? Ну, это... Конечно, говорил. Ты говорил вообще бабушке? Нет еще. Почему? Ну, мне кажется, будет дикая реакция. И эта реакция может плачевно закончиться для Вовы. Я хотела еще с ним вечером прогуляться, но Вова договорился встретиться с другом Мэдисоном. С другом Мэдисоном. Да, блин, ну марка залетела. Да. И как ты фланируешь, знаешь? Даже допустили этот перевод. Буду работать. Перевод с какой-то, с Рубцовского. Правда, еще не знаю, где я, но, типа, ну, буду искать что-то. О том, что я беременна, знают все, кроме моей бабушки. До сих пор не знаю, как ей сказать. Пытаюсь вести себя как обычно. Хожу в школу, но сегодня мне резко стало плохо. Вы знаете, Маша прям такую драму делает. Уже все знают, скажи ты бабке, пускай она поворчит и все, и рожайте спокойно. От запаха еды, что бабушка готовила, и она это заметила. Я думаю, все, надо как-то говорить. Ну, в больницу надо идти провериться. Что-то тебе затошнило. Я беременна. Маш, как? Ты беременна. У тебя что, мозгов нет? На аборт-то записалась? Нет, конечно. Буду рожать. Маш, 16 лет, какой рожать? Тебе учиться надо. Как-нибудь. Я уверен, что когда родится ребенок, бабушка там первая будет сальто назад от счастья делать. Что это единственный выход. И мне больно. Я просто в ужасе от того, насколько она может быть жестокой. Но меня не уговорить. Аборт я делать не собираюсь. И когда бабушка это поняла, сильно разозлилась. Маш, я не знаю, что тебе скажу. У тебя мозгов нет. Иди, откуда пришла. Бессовестно столько тебе предупреждала. Я вообще тебе не буду звонить. Как нож в спину. Потому что я для нее старалась. Блин, проблема всех великовозрастных людей в том, что они считают, что они самые правые в этом мире. То есть, возможно, она даже и права. Стоило бы, наверное, сделать этот самый аборт. Просто можно как-то об этом мягко поговорить, понимаете? Тут важна подача информации. Потому что, когда на тебя прут, как на танке, ничего не хочется делать. Следовать советам не хочется. Хочется сделать все абсолютно наоборот. Все, что я для нее делала, и все пошло как бы прахом. Очень обидно. Я не понимаю, как близкий человек может сказать про аборт внучки своей. И глядя на бабушку, она может все. Единственное, что меня успокоило. Бабушка не сказала о том, что заявит в полицию. Ведь этого я боялась больше всего. Да и аборт бабушка не заставит сделать. У меня срок, на котором уже поздно. Я позвонила Вове. Рассказала, что поругалась с бабушкой. И попросила его встретиться со мной. Нужно поговорить. Не хочу с ней жить больше вообще. И с родителями не хочу. Ну, скоро снимем. У тебя есть деньги на квартиру? Ну, найду. Блин, такие маленькие они, да? Вот в 15-16 лет, а про деньги-то уже сразу. А что, деньги, деньги, деньги. Господи. Где ты найдешь? Не знаю. Надо уже искать работу какую-то. Меня не устраивает зарплата Вовы. Одно дело в тир сходить на 800 рублей в день. Другое – прокормить семью. Только узнали о беременности. Маша уже начала. Давай квартиру. Ну, типа, давай. Че, вперед. Мне кажется, Вова надеется на чью-то помощь. Мне хотелось бы, чтобы Вова стал более ответственней. То есть всегда надо надеяться на самого себя. Вова. Чернобыль, что ли? Я бы не хотел ездить на этом колесе, скажу честно. Просто не понимает, что жить у бабушки после того, как она меня выгнала, я не могу. И придется мне жить с мамой и отчимом в однокомнатной квартире. Маме я рассказала о реакции бабушки. И она не против, чтобы я пока осталась у нее. Блин, мама супер. Реально, вот хорошая женщина. Она пока не против, что дочка с ней поживет. Супер просто. С беременностью моя жизнь поменялась. В школу хожу, но не знаю, смогу ли закончить учебу. И как буду поступать в колледж с ребенком на руках. Еще и бабушка маме трубку обрывала. Пока не узнала, что аборт делать уже поздно. Бабушка хотела даже с Вовой разбираться. Но мама строго сказала не лезть и не портить нам жизнь. Теперь бабушка вообще не звонит. Я одна была против. Но я считаю, что логично сделать аборт, чтобы встать на ноги. Наталья Михайловна, это логично, но вы слишком тяжелая женщина, которая считает, что она права во всем. Возможно, вы и правы, потому что вы прожили долгую, интересную жизнь наверняка. Не знала, как интересно. Долгую точно. Опыт у вас есть. И ваши слова, как говорится, до Богу в уши. Правда, вы кричите на Бога. Понимаете? Не надо, не надо. Надо мягко. Ну, продолжали учиться, а затем уже как бы детей рожать. Но больше всего меня расстраивает Вова. Он обещает поменять работу, но все никак. И пока он собирает урожай на поле, я рассказываю Гейля, что думаю об этом всем. Мы все не можем съехаться. Он же вроде зарабатывает. Какой заработок там 800 рублей? Какая квартира с этих денег? Какую-то работу с большей зарплатой найти никак нельзя, что ли? Не знаю, мне кажется, он просто ленивый. Просто будь с ним жестче. Скажи, не найдешь работу, разойдемся. Вау. Вот это точно классный совет. Просто тебе 15 лет, ты залетела, думаешь о деньгах, о будущем ребенка, а почему мы не женимся с Вовой до сих пор. Вот это проблемки, я понимаю. Давно предложение сделал, кольца мне обменялись. Видать не хочет он, не знаю. Пока подожду, посмотрю. Ну что, Маш, могу сказать, ты у меня дуреха? Наверное. Проснувшись утром, думаю о том, как быстро летит время. Недавно узнала, что беременна, а вот у меня уже пятый месяц пошел. И просыпаюсь такими мыслями, я в квартире у мамы. Ведь Вову работу так и не поменял. И у нас нет денег, чтобы жить отдельно. От этого настроения целыми днями нет. Я хочу съехаться с Вовой, чтобы на меня не тыкали пальцем по всему Рубцовскую. Говорили, вот, нагуляла где-то, там, ходит с животом одна, без мужика. Ну это просто стыдно. Ну так Вова же с тобой, в чем проблема? А вот Вове вообще походу не стыдно, что мы живем по разным домам. Потому что сколько я не пытаюсь до него достучаться, что это ненормально. Все впустую. У нас ребенок скоро родится. Почему я до сих пор живу с родителями в однокомнатной квартире? Тебе самому не хочется, чтобы была полноценная семья? Господи, ты что, рожаешь уже или что? Поживем мы еще вместе, еще надоедим друг к другу. Потерпи чуть-чуть. Я знаю твои чуть-чуть, это значит долго. Может быть вообще никогда. Да, конечно. Наверное, Вова устраивает его зарплата в 800 рублей. И Вова не... Блядь, почему? Что за аналитика каждый раз? Они занимаются сексом без защиты, беременеют. А потом она предъявляет просто какому-то еще не сформировавшемуся школьнику, очевидно. Почему ты не работаешь? Где бабки? Where is my money, bitch? Шевелится. Я слышу только, Маша, квартира будет, будет, будет. Я, наверное, ребенка в 10 класс буду отправлять, и он мне будет говорить, квартира будет. Мне нравится с родителями. Мне думаешь, нравится. Ну ты же должен зарабатывать. Уже надо быть немного серьезней. Ой, ты прям серьезная. Чел вообще работает, что-то там капусту собирает, спину свою гробит. Блядь, хочу, чтобы ты был сеньор-программистом, блядь. Си плюс плюс, выучи за два дня и устройся в Майкрософт. Дура. С Машей вообще невозможно нормально поговорить. Пытаюсь на работу устроиться, но она этого не понимает. Эгоистка. Такая умная, пусть идет, работает. Я посмотрю. Я не верю, что Серега был тусером. Он и денег заработает. И так каждый раз. Я уже устала. Иногда думаю, что проще было бы жить у бабушки. Сидеть. Она такая медвежонок чисто, немножко косолапенький. В твоей комнате до самых родов, чтобы никто даже не видел мой живот. Но и этого я сделать не могу. Бабушка мне уже очень долго не звонит. Начинаю по ней скучать. Но мириться первое я не буду. Я не хочу выслушивать, какая я плохая внучка, что я так рано беременная. Надеюсь, хоть мама порадует меня хорошими новостями. Утром она... Мама такая, мы с отчимом решили, ты нам немного мешаешь, поэтому бери чемодан и иди куда хочешь. ...в школу. Договариваться с директором, чтобы я училась дистанционно. Но когда мы с мамой встретились, на ее лице радости я не увидела. Придется тебе документы забирать. Дистанционно кинету. Капец. Родите ребеночка, доучишься. Не знаю вообще. Мне обидно. Хоть я и не люблю школу, но хочу учиться. Понимаю, что это... Можно было просто не рожать. Все. Надо для меня. Что там твой Вова? Он сказал мне, что не переживайте, все будет хорошо. Что-то я не вижу, чтобы он что-то делал. Вы вообще собираетесь жить вместе? Я не понимаю, сколько там вообще времени прошло? Типа неделя, две, и чувак не нашел высокооплачиваемую работу. Понял? Понятно, ничего вообще. Я очень расстроена. Из-за школы я вообще расстроилась. Образование очень хочется получить. Но маме все же удалось сделать этот день лучше. Она рассказала, что пока была в школе, ей позвонила бабушка. И впервые за долгое время спокойно говорила обо мне и моей беременности. Я долго не могла принять, что Маша беременная. Но потом я как бы подумала, что я могу внучку потерять. Но выбрала она так. Ничто не сделаешь. Раз так. Как бы мы с Вовой не ругались по поводу его работы, все равно миримся. Ведь там есть ради кого это делать. Это наш ребенок. И сегодня мы увидим его на экране аппарата УЗИ. Срок беременности 20 недель. Все замечательно. Какой пол хочешь. Не без разницы. Да, что ты здоровый. Ла-ми-на-ря. Ох, мальчик. Если кто-то, возможно, засомневался хотя бы на секунду в моих возможностях колдуна, я прямо сейчас могу вам нагадать понос. Смотрю, улыбка уже сходит с лица. Тогда еще тебе одна такая небольшая просьба. Лайк не ставишь, двухнедельный понос получаешь. Я просто сказал. Поздравляю. Вы рады? Да. Хороший и красивый. Блин, я реально теперь сам боюсь. Я реально наколдувал мальчика. Мальчик. Очень я хотел сына. Ну, счастлив. Счастлива была и мама, когда я ей рассказала, что у меня будет мальчик. Сына я хоть и хотела, но не родила для себя. Поэтому, когда я узнала, что внук, очень рада. И я очень рада. Но не только потому, что у нас будет мальчик. А потому, что скоро мы будем жить с Вовой вместе. Грустно только то, что это не его заслуга. Конечно, я ждала от Вовы каких-то продвижений. Ой, сейчас бы в 19 лет самому квартиру с ней. Я, конечно, понимаю, что разные бывают люди. Разная мотивация. Разное развитие. Разное воспитание. И т.д. и т.п. Все разное. Ну, камон. 19-летний пацан. Бля. Что вы хотите от него? С другой стороны, он означал ребенка. Зачем он соглашался его оставлять? С другой стороны, они бы все равно его оставили. Он был бы козлом. Короче. Ребята, мораль сей басни такова. Здесь никто не прав, не виноват. Используйте резиновые штуки. Либо я могу вам кое-что наколдовать. Слышали что-нибудь о сифилисе? Скоро узнаете. По поводу квартиры. Ну, раз их нет, моя бабушка предложила нам переехать в дом, который я достался по наследству. И, конечно же, я согласилась, и мы с Вой сможем начать нашу семейную жизнь. Дом находится в Рубцовске, недалеко от дома бабушек. Давайте сейчас погадаем, что же все-таки ждет в будущем Владимира и Марию. Так, ну... Туз мечей. Эта карта значит то, что они будут очень много и очень часто ругаться. Также у нас есть мужик с палками. Что обозначает карта мужик с палками? Все очень просто. Они не смогут найти общий язык в будущем. Ростки на палках символизируют какие-то зачатки их хороших отношений. Но по факту их жизнь будет голая, безэмоциональная. И также у нас здесь пентаграммы, либо шины для машины. Машины у них будет две, потому что вот тут, видите, 8 пентаграмм, считайте, две пары колес. Как-то так, вот такое будущее их ожидает. И моя мама не против, чтобы я туда переехала. А сейчас мы пришли к Вовиной маме, порадовали, что у нее родится внук. А еще сказали, что Вова от нее съезжает. И она за. Я только что подумал, мне надо как-то, наверное, отойти от темы с автомобилями, колесами и палками. Нет ванны, нет. Но там можно жить. Это лучше, чем ничего. Ну, если бабушка с жильем вам поможет, то, конечно, будет полегче. Ну, самое главное – работать. Работать и работать, сынок. Я тоже ему постоянно говорю. Будем надеяться на это. Ответственность у него начнется. Будет думать, что надо ребенка кормить. Сегодня мы с Вовой заезжаем в дом. Конечно, он старый. Удобств никаких нет. Но все равно я очень счастлива. Ведь это начало нашей совместной жизни. Я тут подумал, он тебе предложение сделал, а ты обрадовалась. Да, да, и все, и что-то ути. Блин, когда вот котики, этот выпуск сразу лучше становится реально. Вообще. Я тебя, наверное, ждала от этого разговора. Надо что-то думать. Вов, я не против, но я хочу, чтобы была нормальная свадьба. Почему он мне не делает предложение? Вова сделала предложение. Я хочу нормальную свадьбу, бля. У меня было платье, ресторан, лимуви. Ну, как я тебе это сделаю? Москва в Сити, Феррари, Ламборгини – это все для меня. Чего ты молчишь? Я не знаю. В социальных сетях я вижу красивые свадьбы. Все шикарно. Ну, я не понимаю, почему у меня такого быть не может. Да, 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 да. Вот это вот классическая история, знаете, когда многие девчонки смотрят на красивые картинки в Инстаграме и такие, вау, а почему у меня такого нету? Почему вот Оксана Самойлова живет так, а я живу в своем Задрыщинске? Почему я тоже достойно и стремятся вот за какой-то вот этой красивой картинкой, особенно девчонки маленькие и, бля, потом они становятся эскортницами. Не все, конечно, но большая-большая часть. Ну, вот это, знаете, классическая история, когда я тоже такое хочу, но работать я не могу, но если вдруг я вышла личиком и фигуркой, можно этим и воспользоваться. Разве я не заслужила такого? Только вот денег на красивую свадьбу Вова заработать не может, ведь он так и не сменил работу, и это очень обидно. Я решила поставить Вову... Бля, вы живете в сарае каком-то, бля. Вы живете как Стас Аскет. Ты хочешь себе свадьбу с лимузином, бля. Перед фактом, выйду за него замуж, но при условии, если сделаю это красиво. Он согласен. Вот откуда вот эта вот вся тяга, знаете, к этой роскоши, не заслужив ее абсолютно, понимаете? Вот эта вот история, типа, купить какую-нибудь дорогую шмотку, или у тебя нет квартиры, купить дорогую машину в кредит. С какой цель? Блин, таких же людей реально много. Для подсчитывать гостей, и сколько вообще денег нужно на свадьбу. По поводу ресторана где-то за городом, там аренда 1070-1080 стоит. Плюс там номера в гостинице, и там можно остаться ночевать. Плюс там аренда машины. Чел такой, ага, супер, я как раз зарабатываю 800 рублей в день. Да, ровно в 100 раз меньше, чем нужно. Итого 1200 нам нужно. И что угоню, где деньги-то брать будем? Ищи где хочешь. Вот так? И проблема. Это наши проблемы вообще-то. Короче, понятно, я все должна опять взять на себя. Ты же у нас все проблемы решаешь. А что ты решил? Какую ты проблему решил? А ты какую? А ты создаешь проблемы из ничего, по-моему, на данный момент. Решил? Вот и все. Я не хочу позориться. Я хочу нормальную свадьбу. Ну, да, понятно, я тоже хочу. Но если бы ты хотел... Ну, не 200 тысяч. Да, прикиньте, 16 лет она уже так мозги и б***ь начинает. Конечно, это надо. Но сейчас пока у меня нет денег. А если она так хочет резко, все и сразу. Пусть хочет, но я что сделаю? Я понимаю, что даже если Вова сегодня поменяет работу, 200 тысяч быстро не накопит. Так а что ты ему тогда мозги колупаешь? Но его спокойствие меня бесит. Он даже не пытается придумать, как... Потому что ему срать на свадьбу за 200 тысяч, может быть, поэтому... ...свадьбу. А у меня уже живот заметно растет. И ждать, пока он ни в одно платье не влезет, я не хочу. Нужно думать, где сейчас взять. Реально, это жизненно необходимо. Решилась пойти к маме. Может быть, она поможет? Нам мама сейчас квартиру продаст и сделает тебе свадьбу. Все-таки найдет средства на это. Например, возьмет кредит. Нам нужно где-то... Вы представляете вообще, да? Живут просто в говне. Денег нету даже пожрать. Но свадьбу за 200 тысяч мне надо. Ну, 1200. У вас есть? Нет, я думала. Может быть, у вас есть. Но у нас откуда могут быть дочи? Может, вы просто зарегистрируетесь? Без всякой свадьбы. Я хочу свадьбу. Я думаю, что я имею на это право. Ну, такое, значит, надо было зарабатывать. Но он пока заработает. Блин, я имею право на свадьбу, на которой у меня нет денег. Вообще, я имею право сыграть свадьбу где-нибудь на севере Италии, в замке. Где-нибудь во Флоренции, например. Там мне понравилась вот эта вот огромная церквушка. Блин, вообще там классно. Что, поехали? Да там маму много надо, миллиона 3-4 где-то на всю свадьбу. Я уже рожу. Тебе самому не хочется нормально дочь замуж отдать? Маш, если бы у меня была возможность, я бы тебе первая дала. И вообще не планировала тебя в 16 лет замуж отдавать. Нормальные родители всегда помогают детям. Ты пришла мне испортить настроение и сказать, что я плохая мать? Просто можно что-то придумать и выдать нормально дочь замуж. Но я тебе ничем не могу помочь. Мам, ты просто никогда мне ни в чем не помогаешь. Да, будет смешно, если бабушка ей даст деньги. Чего я ожидала? С тех пор, как мама с папой развелись, мы так и жили в бедности. И обидно, что мама ничего не делала для того, чтобы исправить ситуацию. И сейчас не хочет. Я даже не ожидала, что моя дочь мне так скажет. Чувство обиды и чувство вины, что я плохая мама. Я пошла домой, не понимая, почему в моей жизни все так. Забеременела по глупости. Живу в старом доме без горячей воды. С парнем, который обещает, но ничего не делает. И красивой невестой мне, видимо, не быть. Я думаю, что я сделаю все, чтобы своим детям отложить на нормальную. Отложить. Ты русский язык для начала выучай. И своих детей обучи ему отложить. Ваньбу. Но похоже, что мой разговор с мамой не прошел. Зил 600 сил. Лова позвонил, сказал, что общался со своей мамой. И она ждет завтра в гости мою. Хотят что-то обсудить. Маша говорит, хотим свадьбу. 200 тысяч нам надо. Совсем что ли обалдели? Ну ничего себе. Где они их возьмут? У тебя есть 200 тысяч? Нет. У меня таких денег нет. У меня что, сейф стоит что ли или что? Свадьба делает. Кстати, если просто поставить сейф дома, запоминайте. Это прямо сейчас очень важно. Если поставить дома сейф, деньги там появляются автоматически. Не так. Работать не нужно. Некоторые годами готовятся, а тут все с бухты-барахты. Ну я так подумала, может, вечер какой-нибудь хоть поможем организовать. Да, я согласна, на вечер. Сложимся в кафе, посидим с семьей. И все будет замечательно. Конечно, что денег как бы много нету. Сделаем скромно. Пригласим хотя бы самых близких. Что в моих силах, то я сделаю. Блин, родители суперадекватные, суперрациональные. Входят в положение, Маша недовольна. Мама озвучила их с тетей Аней совместный бюджет. 25 тысяч рублей. Почти 200. Это все, на что мы с Вовой можем рассчитывать. И это ужасно мало. Хватит только на кафе. Даже платье свадебного мне не видать. Я очень расстроилась. А Вове кажется все равно. Ну, хоть так, чем никак. Чошь. Понимаешь? Блин, я смотрю на Вову и понимаю, что чел вообще просто не готов. Готов на ноле к взрослой жизни. Зачем он на это согласился, подписался? Хорошо. Но я не хочу мириться с тем, что у меня не будет белого платья. Я знаю, кто может помочь мне снарядом. Я потащила маму к бабушке, чтобы еще раз обсудить все детали празднования. Ведь бабушка меня любит и в обиду не даст. Бабушка из-за навески просто. И сошьет сейчас платье и все. Таня, купи платье свадебное. За что я куплю, мам? Ну, за что? За деньги. Ты что, мою зарплату не знаешь? Ну, надо же им помочь. А что, я ей маму никогда не помогала, что ли? Ну, дочь, я не помню, что ты сильно ей помогала. Если ты такая молодец, купи ей. Денег у нас нету. Ну, раз нету, значит нету. Я свою внучку наряжу. Как смогу, так. А тут уже бабка самоутверждается за счет своей дочки, типа. А я свою внучку наряжу, поняла? Разгильдяйка. Я ее одену. И ты мне будешь на свадьбе как куколка, я тебе обещаю. Спасибо. Кто? Вот, наныло, бля. И поможет вот. Кто ей поможет в 16 лет? Они молодые. Я хочу, чтобы она была счастливая. Этот день, чтобы я запомнился на всю жизнь. На всю жизнь. Собрав все необходимые документы, мы с Вовой подали заявление в ЗАГС. Распишемся через месяц. Но я уже не знаю, хочу ли я замуж за него. Ведь эйфория от того, что мы живем вместе, быстро прошла. Пока мы с Вовой не жили вместе, я не замечала, что Вова может не помыть чашку за собой. Не поел, все оставил и пошел лег. Меня это очень сильно напрягает. Разве самому приятно сидеть в такой обстановке? Вов, что за фигня? Ну это уже вообще... Ну он с котиком кайфует. Что ты хочешь от него? Котику тоже нужно внимание. Я не знаю. Я должна за тобой ходить, все подбирать, как всегда. Ну не успел. А что ты успел? Отдохнуть. Вов, тебе сложно вот этот мусор убрать, я понять. Бля... Ха-ха-ха! О-о-о! Да? Че? Че орешь-то? А ты че орешь? Ты убрать за собой не можешь или че? Не можешь. Бля, это ужас. Реально. Типа... Вы, наверное, будете опять писать, что я защищаю парня. Но у меня просто аллергия на крик женский. На любой, на самом деле, крик у меня аллергия. О, мизогинист. Сразу чувствуется про женщину, подумал. Вот. Ну просто, когда встречаешься с женщинами разными, бывает такое, что повышает тот инзиа голос, и у тебя появляется аллергия. Такое бывает. Котика напугали бедненького. Каждый день с Машей прожитый, это как испытание для меня. Ну, типа, мы с Машей еще не муж с женой, а она уже начинает рулить. И вот это мне че-то не устраивает. А че будет потом? Потом будет? Ты вообще будешь в шоке, бро. Когда мы поженимся. Уф, ты че не понял? Тебе че надо от них? Чтоб ты убирал за собой. Ты видел себя вообще? Весь помятый, весь грязный. Ты натуральная свинья. Я же не баба Наташи, чтоб трусы себе гладить. Убирай. Тебя забыл. Беги, парень, беги пока можешь. Просите, че мне делай? Мне не нравится, когда со мной пререкаются. Я не позволю, чтобы он себя так вел. Я хочу, чтобы... Все было по-моему. Я вот такая девчонка. В нашей семье все были чистые и опрятные. Правда, пока... Пиздец. А Вова хочет, чтобы в его семье не кричали, например, на него сразу же. У меня не получается донести это до Вовы. Думаю, может, мама его поможет. Но когда она услышала про наши бытовые проблемы, то как будто не восприняла их всерьез. Из-за тарелки, что ли, ругаетесь? Да. Что ж у вас дальше-то тогда будет? Маша, как генерал, чтобы все по ее было. Там положи, тут принеси. А че, тебе Вова не устраивает? Ну, как свинья иногда. Ну, сама выбрала такое. Я не знаю, как было у Вовы в семье. Наверное, за ним все убирала мама. И поэтому он сейчас такой. Но я его научу. Пару месяцев и Вова будет как хозяюшка ходить убирать. Но беда у нас с Вовой не только в быту. С финансами дела еще хуже. И сколько бы я не убеждала его поменять работу, Вова по-прежнему работает за 800 рублей в день. Ты своему ребенку тоже будешь говорить, что у тебя нет денег? Угу. Ты скажешь, сынок, я потом тебя покормлю. Почему их нет? Потому что работал. Я в этом виновата? Нет. А кто? Не знаю. Ну, пиздец просто. Я вот понимаю, насколько пацан просто испортил себе жизнь. А достаточно было просто использовать презерватив. Либо настоять на аборте. Хотел синоним подобрать. Синоним в слову аборт. Искусственное окончание беременности. Я не знаю. Принудительное окончание беременности. Вот. Будет очень сложно. Девочка с максимальным таким характером. Любит командовать. Если он не такой микрокуколодик, который будет ее слушаться, то ему будет тяжковато. Ты, наверное, нет? Господи, ну если нет нормальной работы, где я тебе найду? Так ты не ищешь. Если бы ты хотел, ты бы давно нашел. Да, по-любому. Когда твои поля закончатся, мы что будем ищем? А ты только гвинтеть можешь. Да. Деньги, деньги, деньги. Как будто вся жизнь на деньгах устроена. Ну тоже надо не забывать про чувства, про вот это все. Я иногда даже не понимаю себе, с кем я связался. С девчонкой вот такой вот интересный. Иногда Вова меня так бесит, что хочется сбежать от него и от грязной посуды, что он оставляет после себя. И хорошо, что подруга Геля всегда готова меня выслушать. Не знаю, Гель, может, я действительно такая ведьма заставляю его что-то делать. Ну как по-другому? Да никак. Ну так уже надо понимать, что семья. Ну в общем-то. Прыгут лежать, ничего не делать, кроме своей работы. Не знаю, на чем мы жить будем, правда? Если не будет работать, значит все, будет бомжом. Держись, Маша. Угу. Только это и остается. Маша у нас классная святая девчонка. Просто идеал, мечта. Да, парень ничего не делает, нигде не работает, просто разгильдя. Блин, он реально работает хотя бы где-то. И этого все равно мало. Все равно. Да я сама уже готова идти и зарабатывать деньги на нашу семью. Ведь скоро появится ребенок, а ему столько всего нужно. И одежда, и кровать, и коляска. Как? Иди. Многие работают прям до беременности, работают и норм. Донести это до Вовы. Такая, я буду и б***ть мозги всем, сама я делать не буду ничего. Бля, забываешь, что я 16, ссори. У тебя, с другой стороны, могла бы тоже за кассу встать, там, какой-то продавщица, и за 1015, там, на полставки, и все. За последние несколько недель единственное, что меняется в моей жизни, это мой живот. А вот с Вовой все стабильно. Ты пришел, в чем ходил по улице, в том и лег, не переоделся в домашнее. Ничего. Че ты... Ой, мне уже плохо. Пошли, поможешь мне убраться. Сама, а что, не можешь? Я свои обязанности выполняю, ты свои. Какие ты выполняешь обязанности? Работаешь на полях за 800 рублей и ничего не делаешь? Заработай больше. Вов, я тебе сказала, вставай, пошли убираться. Бля, чел там, знаете, эту капусту разгружал целый день. Приходит домой, ему такой, так, иди-ка мой пол. Я че, робот, я после работы прихожу, хотя бы чуть-чуть надо полежать. Он говорит, вот, надо начинать на меня бочку катить. Неприятно мне это. Очевидно. А мне неприятно, что мы с Вовой до сих пор не можем ужиться. Не знаю, может, мама подскажет, как мне себя вести. Может, не убрать за собой. Ну, как иногда. Всегда. Да, Маша у нас только руководить может, чтобы я по струночке ходил. Постоянно за собой посуду не может. Взяла обмолчу, подошла да помыла. А ты почему не можешь? Я устал после работы. Че, думаешь, в поле легко работать? Вот так у нас всегда мы. Ну, вы из-за таких мелочей, говорит, не ругайтесь. Ну, что-то, Таня, если бы у вас такие мелочи были, я бы посмотрел. Я со стороны смотрю, что Вова злится. И у Маши есть один вариант. Просто нужно подстроиться под Вову, ну, чтобы не было конфликтов. Мама умная, потому что она понимает, что Вова в целом нормальный парень. И другой бы уже ее кинул 20 раз. А чувак работает, что-то делает. Да, работать сейчас не самое лучшее. Но явно это не то время, когда нужно колупать ему мозги. Угони между ними. Я считаю, что это все мелочи, просто нужно ей измениться, и все. Совет не ругаться явно не то, что хотелось бы услышать. Ладно, устала уже об этом думать. Лучше буду представлять себе хорошую свадьбу, которую у нас с Вовой через неделю. Бля, она опять будет недовольна по-любому. Бабушка, как и обещала, купила мне платье. И я все-таки красивая невеста. После росписи мы с родственниками и парой друзей поехали в кафе. Отец Вова приехать не смог. И мой тоже. Обидно, конечно, но несмотря на это, сегодня счастливый день. Милые дети, привыкли благословения. Послушайте их вам. А во, беги, дорогой, пожалуйста. Все будет только ухудшаться. Рассматривайся. Со слезами мы, что дети наши так рано женятся. Мне нравится наша свадьба. Оказывается, и за небольшие деньги можно устроить себе праздник со всеми традициями. И сейчас нас ждет каравай. Мы с Вовой должны откусить от него столько, сколько сможем. И у кого кусок больше, тот будет глава в семье. Я надеюсь, она натренировалась рот пошире открывать. Маш, забирай весь. Скоро. Конечно, приятно, что стали официально мужем и женой. Теперь я могу ему. Ну, а жалко не было лимузина. Честно говоря, чувствую себя немного ущемленной. Командовать, потому что он мой муж. Ну, все, холостяцкая жизнь закончилась. Начинаются суровые будни в браке. Случилось то, чего я так ждала всю беременность. Вова теперь не работает на поле. Но не потому, что нашел что-то получше. Сезон закрыт. И теперь мы сидим без денег. Спасибо, Вова. И все, что нам остается делать... То есть, что, работал, впахивал, поле, капуста, сорванная спина, приносил какие-то деньги, и в итоге он еще виноват. Это одалживает на жизнь у родных. И ощущение, что Вове за это не стыдно. Иначе бы начал сам зарабатывать. Это, мам, тебе не будет тысячи? Ты на работу что, устроился? Ну, почти. И сколько это будет продолжаться? Ну, последний раз. Ты понимал, когда все это затеял? Да, понимал. Вот теперь сам решай вопросы. Я больше давать тебе не буду. Решил создать семью, создал. Все делай, все решай все вопросы сам. Мне помочь нечем. Короче, мам, все понятно. Иди дальше, можешь психовать. Пусть голодом усидит. Как он думал, кормить? Посидят голодом, поймут, что надо идти работать. Что ребенка можно сдать детдом. Вова сказал, что на его маму уже рассчитывать не стоит. Моя тоже отказалась помогать. У нее самой нет денег. Финансово спасает нас бабушка. Но за это мы с Вовой платим высокую цену. Бабушка почти каждый день без спроса врывается домой. А еще читает долгие лекции о порядке. Машенька, я не поняла. Посуда грязная. Баб, мы только поели. Маш, ну надо только... Раз не хочешь посуду помыть. Она может прийти, когда хочет. Короче, теперь понятно, почему такая Маша. Она заходит, как к себе домой, без предупреждения. Ну, это надоело просто уже. Сколько это может продолжаться? Мне уже надоело. Он должен сказать, а теперь представь, что чувствую каждый раз я. Съезжать в скором времени. Я уже это слышала. Извините, не так легко денежку заработать. Я работал на полях. Она кушала за эти деньги. Жили мы за эти деньги. А сейчас она как будто вообще все забыла. Конечно, я сейчас буду как-то шевелиться. Мне не знаю, что она. Неожиданно Вову в гости позвал родной отец. Хочет провести с сыном выходные. И пока Вова у него, я рассказываю подруге Геле о тяжести моей супружеской жизни. Я очень переживаю за Машу, потому что у них нет денег. И когда есть возможность, я зову ее в кафе и оплачиваю счет. Вова найти работу не может. Не ищет вообще? Ищет, не может найти. Бабушка постоянно приходит к нам. Все ей не нравится. Хочется съехать побыстрее. Как-то поднакопить никак не получится. У родителей взять. У бабушки. У бабушки. Она щавкает счет, крям. У бабушки мы и так занимали. Все зависит от Вовы, мне кажется. Как только он захочет, в голове перевернется, так это все и будет. Конечно. Не думала, что два дня без Вовы будут казаться вечностью. Очень соскучилась. Да и он тоже. Вернувшись, позвал меня гулять на озеро Савушка, недалеко от Рубцовска. Крутое место. Но то, что я слышу от Вовы, звучит гораздо круче. Короче, скоро переедем на свою квартиру. Ого, а откуда деньги? Ну, папа помог. Это очень хорошо. Ого, а Вова просто из последних сил пытается как-то что-то вытянуть. Папа Вовы дал ему 30 тысяч рублей, а квартиру в Рубцовске можно снять за десятку. Я очень рада, но смущает один момент. Папа сейчас поможет, а потом мы сможем сами как-то оплачивать. Ну, конечно. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Так что, будем выбирать квартиру? Да. Я даже не могу поверить, что у нас будет что-то свое. Что бабушка не будет там постоянно приходить. Ну, надо начинать с чего-то. Неделя у нас ушла на поиски жилья, и мы нашли хорошую однокомнатную квартиру за 10 тысяч рублей в месяц. С этими новостями я пришла к маме, но вместо радости за дочь она начала читать лекцию. Папа поможет поначалу, потом чем будете платить? Будем сами. Может, надо было сначала, чтобы Вова устроился на официальную работу? Еще представляю, как через три месяца она начнет, или через два уже начнет ему жестко колупать мозги. Буду потом думать о квартире. Просто Вова твой привыкнет к этому и никогда работать вообще не будет. Мне очень, Маш, не нравится. Вообще никогда не будет, кстати, работать 100%. Вы рассчитываете на помощь кого-то. Вот в этом проблема. Хотелось бы, чтобы мы были уверены, что он может содержать семью. Не зашла идея. То есть, то, что он работал в поле, этого недостаточно. Квартиры и бабушки. Она даже как-то расстроилась. Дочь, ну а что вы пойдете на квартиру? Там дорого платить. Маш, это же все деньги, а у вас так их постоянно нет. Ты скажи бабушке, чтобы она просто не задалбливала и не приходила к вам, и все. Вы бы их откладывали. И у вас будет еще тридцатка на еду. Ну, неудобно нам тут. Воды горячей нет, не помыться нормально, ничего. Ну, просто жалко, что вы уходите. Очень жалко. Очень обидно, даже до слез. Я думала, что буду ходить и нянчиться, им помогать буду ходить. А они так нечаянно взяли в тихушку. С бабой зачем советоваться? Единственная, кто за нас порадовалась, мама Вовы. Считает, это потолкнет его наконец-то найти работу. Мы собрали вещи в старом доме и перевезли их на квартиру. Не прошло и полгода, как я дождалась того, чего хотела. Сейчас мы с Вовой вдвоем сидим дома. Все его попытки найти работу заканчиваются одинаково, ничем. Не радует уже и новая квартира, ведь в ней все те же старые проблемы. Бля, мне кажется, если Вова придет и скажет, я зарабатываю миллиард рублей в день, такая, ну ладно, хорошо, супер. И на следующий день, блин, мне кажется, он мало зарабатывает. Почему он до сих пор не купил SpaceX себе? Вов, что за фигня, ты не мог помыть посуду? А ты чем занимаешься целыми днями? Я вообще-то ножу ребенка, мне тяжело, у меня болит спина. Класс. Ты единственная женщина в мире, кстати, кто вынашивает ребенка. От тебя в целом зависит человечество, популяция нашей планеты. Вот ты. Ты вечно как свинья себе видишь. Поел, поставил. Ты приходишь на скису и можешь раскидать. А ты только плохое видишь. Ну, просто привык тоже с мамой жить. Я оставил там, покушал, оставил, маму распомогу. Блин, он еще пытается оправдаться. Был убрал. Еще не привык. Какой хороший мальчик. Минной жизни, так сказать. Я не прошу его вообще всю квартиру убирать. Хотя бы за собой убрать. Я все-таки не отдыхаю. Это действительно тяжело. Быть беременной. И меня очень злит, когда Вова вместо уборки сидит в телефоне. Он снова начал общаться со своими друзьями. Короче, приходишь с работы и получается надо убираться, готовить, мыть там все. И потом идти сразу же, не спавши, на еще одну работу. С ями, с которыми тусил до знакомства со мной. Что-то устал от всей семейной жизни. Держит возле... Блин, кстати, классное место для съемки выбрали супер. Тебя, меня никуда не отпускают. У тебя беременная жена? Куда ты пошел? В чем прикол? Я не понимаю. Вот так вот. Не живем. Ты сам знал, куда шел. Да я что, думаю, пригуляешь. Я что? Да куда меня Машка отпустит? Ты что, не помнишь? Сиди дома. Ты пойдешь шляться везде, бухать с пацанами. Я говорю, ну почему сразу бухать? Может, мы просто встретимся, пообщаемся там? Нет, ты не пойдешь никуда. Радует только то, что как бы Вова не возмущалась, дальше подъезда гулять никуда не идет. Возможно, таки осознает, что как раньше уже не будет. Скоро родится ребенок, и нужно думать о нем, а не о друзьях. Да и мне сейчас очень нужна забота. Принеси мне, пожалуйста, покушать. Ну, встань, сходи сама. Так трудно встать и принести мне. Ему нетрудно, просто твое отношение немного давит на него, и ни у одного человека в мире после такого не появится желание что-то делать для другого. Хватит тебе. Наверное. Она просто взяла кусок грудинки в руку и ест. До родов осталось меньше месяца, а у нас для сына ничего нет, и денег тоже. За квартиру заплатили, а живем за то, что давала раньше бабушку. Не знаю, может, она как-то поможет. Сейчас кроватку покупать, коляску. Я не знаю. А чел, ну, типа, что, все, он поработал, значит, и все на этом, да? За что мы все это будем покупать? Еще теперь за квартиру платить надо. Маша, что ты ко мне пришла и жалуешься? Я вам предоставила дом свой. Вы ушли, вы хотели самостоятельности своей. Я больше вам помогать ничем не могу. Я так тебя, дочь, содержала. А где им взять-то деньги? И вот так вот и будут. Ушла от бабушки ни с чем. Но на следующий день она позвала меня снова к себе с Вовой. Нашел новую работу-то? Нет еще. Не берут. Ну, ты не будь, тетю, а давай быстрее пошевелися. Ну, найду. Мне правда интересно, сколько прошло времени с того момента, как он ушел с той работы, потому что закончился сезон. Типа, если там две недели прошло, ну, еще ладно. Уже ходили-ходили, ничего не заработать. Я как-то двигаюсь, документы везде ношу, на все вакансии, везде. Вот и ответ. Что, виноват, что меня никуда не берут, что ли? Еще раз я вам помогу, дети. Последний раз моему внуку больше от меня ничего не спрашивайте. Спасибо. Мы с Вовой нашли в интернете людей, у которых купим бэушные детские вещи. Смысла новое брать нет. Вот только цвет кроватки Вове как-то не по душе. Розовое мне не устраивает. На работу, когда вот устроюсь, первым делом пойду покупать для сына кроватку. все другого цвета. Мне кажется, без разницы сыну в ноль лет какого цвета у него кроватка. Пока Вова договорил... Но Вове нет! ...кваривался с людьми о покупке вещей, я сходила в больницу на УЗИ, а потом мы встретились. И он узнал, что рожать я буду в роддоме за 300 километров от Рубцовска. Меня отправляют рожать в Барнаул. Там лучше. Надо снять какую-то квартиру. Давай какую-нибудь общагу, я не знаю, с ней там... Какая общага, Вов? Издеваешься, что ли? Нет. А что, тебе в дворец сразу надо? Ну, там не помыться нормально. Ну, да, хотя бы в Москалу-Сити квартира на, не знаю, 44-м этаже. В чем проблема? Тараканы. Денег у нас, гроши. Все как всегда. Маша, ну, все нормально будет. Все решим. Глякон прекрасный парень, боже. Тут дело даже не в аренде жилья в Барнауле, а в том, что еще много всего нужно взять с собой. Сумка в роддом не собрана. Все берем. Давай у твоей мамы займем. Мне уже надоела эта нищета. Моей мамы, как всегда, нет. Давай спросим у твоей. Ну, моя тоже не займет. Сколько у нас денег осталось? 700 рублей. Ну, и что мы на эти 700 рублей... Весь выпуск. А деньги? А работа? А деньги? А убери носки? А еще что-либо как? А как-либо что? Как бомжика в роддоме. Я не знаю, что делать. Опять придется просить все самой у бабушки. Просить-то я, конечно, у бабушки попросила. Но, судя по всему, толку от этого не будет. У меня нету, что могла и тебе дала. Сказала... Бля, давай я тебе уже переведу, бля. Я не знаю, просто у меня уже настолько это... Последний раз, доча. Не обижайся. Приходи еще в гости. Пока. Расстроенная, я попросила Гелю встретиться со мной. И попросила денег у нее. Рассказала, почему нет настроения. Вот собрались ехать в Барнаулу рожать. Серьезно? Да. Ну, вот опять с деньгами проблема. Может, тебе занять денег? Мне как-то неудобно. Да что неудобно? Все нормально. Голос говорит нет. Но понимаю, что да. И все-таки попросила у Гели 10 тысяч рублей. Вернее, буду теперь должна ее родителям. Это какой-то п***ц. Не серия. Хочется все тем, что к ним придут домой коллекторы. Мы с Вовой поехали в Барнаул готовиться к родам. Там сняли квартиру за 7 тысяч рублей. Думали о... Блин, безусловно. ...какнуть немного, но у меня начал болеть живот. Вызвали такси и поехали в больницу на УЗИ. по срокам он соответствует. Вес соответствует на данный срок. Все кровотоки в норме. Вот бьется сердечко. Это вид снизу. Понятно. Как она повзрослела, да, ребенок там растет, она тоже растет прям очень сильно. Она уже похожа на такую женщину прям. Не знаю, мне так кажется. Рада, что никакой угрозы нет. А еще обрадовалась тому, что Вова будет присутствовать со мной на родах. Так он решил после того, как увидел ребенка на УЗИ. А еще в кабинете мы выбрали имя для нашего сына. Светослав, надеюсь. Илья. Как я и сказал. Нам нравится с Машей. Комментарий исчерпывающий. Блин, надеюсь, что это про работу и деньги будет сейчас. Сегодня у меня день рождения и главный подарок мой сын, который разбудил меня болью в животе. Ой. Подрогай, какой каменный живот. Ни фига. Ой. Ой. Давай собирать сумки и поехали в роддом. По приезду врач осмотрела меня и сказала, я рожаю. Все, я сегодня в общем, по классике я промотал роды, потому что я физически на это смотреть не могу, но слава богу, родился здоровый, прекрасный, мальчуган Ильдар. И, бля, какой Ильдар? Илья, боже. Ха-ха. Это я родился. Привет. И просто... Какой я? Это моя вторая сущность уже в виде гномика вылазит. Так-то я Макс Вятослав. Думаешь, слава богу, вот. Счастье такое, нифига себе. Ну, я просто не думал, что такие чувства могут быть к ребенку. Прям вообще умер. Блин, он так не похож на отца. Он похож, что ты мальчик сам по себе еще. Уже не буду. Мне одного хватит. Слух. То, что я был у нас машина родов, я вообще не пожалел. У всех, у кого жена или девушка рожает, я считаю, что нужно сходить. В пивнуху. Мне позвонила мама. Я ей очень благодарна, потому что она первая, кто сказал мне не делать аборт. Да, она. Потому что она первая, кто занял мне денег. Ой, ну все. Лежит рядышком, он уже покорнил. Стать мамой, это, ну это классно, даже если в таком раннем возрасте. Мне нравится быть мамой, мне нравится ухаживать за ним. Правда, пока пеленать еще не научилась. Прошу помочь медсестру. Собирайся потихонечку. Это был пранк над младенцем. Сегодня мы с сыном поедем домой. Нас выписывают. И мне уже хочется в свой Рубцовск, чтобы в нашей квартире быстрее зажили Рубцы. Начать новую жизнь. Давай здесь виночку, ручку так делайте, вот на нее. Здравствуйте, ваше, не болейте, всего хорошего. Спасибо. Ну, если придешь, давай, будь, хотя бы, давай. Когда взял Илью на руки, он понял уже все. Детство прошло. Детство прошло. Вообще, взрослая жизнь. По приезду в Рубцовск мы положили сына в розовую кроватку. Но Вова пообещал, что в течение месяца купит другую. И вообще, сделали... Вова, наверное, думает, бля, он гейм станет 100% от розовой кроватки. Все, чтобы ни я, ни Илья ни в чем не нуждались. Через две недели после родов мы с Ильей нуждаемся во всем. Нет ничего. Крыши, дома, кроватки. Все продали, чтобы поесть. Теперь именно этими звуками наполнен каждый мой день. Да и ночь тоже. Малыш плачет, когда ему что-то нужно или хочет, чтобы я его покормила. Ну, или плачет просто так. Я считаю, что я хорошая мама. Мне нравится проводить с ним время. Мне всегда хочется быть рядом с ним. Хочется всегда обнимать его, держать его. И приятно видеть, что Вова испытывает такие же чувства по отношению к сыну и помогает мне ухаживать за ним. Правда, ночью встаю чаще я, чем он, но я уже привыкла. Блин, это микрочеловек такой прикольный. Когда мы поняли, что малыш окреп, мы с Вовы начали знакомить малыша с родными. Видеть, как нянчатся наши мамы с внуком, одно удовольствие. Ой, какой же он красивый, Маша. Ну, на кого похож? Мне кажется, на тебя, на маленькую. Что там, Маша, у тебя вообще все получается? Справляешься? Да, прям все могу, уже не страшно. Ну, хорошо. Бабушкой стать, ну, это большое счастье. Очень люблю внучка своего. Такая классика, знаете, когда, ну, блин, зачем ты это все сделала? Потом рождается, блин, я бабушка, супер класс, прикольненько. Тетя Аня тоже очень любит Илью и всегда ждет нас в гости. Маш, какой Вова папа? Да ничего хорошего. Ночью только не очень папа. Не хочет ночью вставать? Подушками запросить. ему ночью сиську дам? Надо вставать, а вдруг перепеленать надо. Ты будешь помогать нянчат? Да. Внука вижу. Просто два ребенка сидят, и у них ребенок. Я, у меня это в голове вообще просто не вяжется. Цвету и пахну. Я от него без ума. Это просто солнышко мое. Когда уже про деньги? Мне это все неинтересно. Эти дети, потому что я хочу деньги и работу послушать. А сегодня мы... Или посуду, чтобы помыли. Взем Илюшу знакомиться с прабабушкой. Поздравляю вас, сынули. Доченька. Спасибо вам за правнука. Проходите, мои хорошие, проходите. Вот и бабе в гости внучок пришел. Ой, какой маленький, да хорошенький. Вот такие мои сладенькие. Спасибо, мои лапочки, что мы такую красоточку мне подарили. Ругалась на вас, а теперь я рада. Илюша, это прям, я не знаю, это моя радость. Мне кажется, это... Просто классическая бабушка включилась прямо сейчас. Своих детей и внуков не любила, как я Илюшку люблю. И все в нашей жизни хорошо, если бы не нищета, ведь мы продолжаем жить за счет бабушки. Потому что Вова так и не смог найти работу. Ходит сейчас на собеседование, но результата это не дает. То опыта не хватает, то образование. Меня это бесит. Ты постоянно ищешь оправдания какие-то. Да господи, да какие оправдания, ну че тупая, ну если ты не видишь или че, Я тупая, это ты тупой. Да конечно. Просто не можешь устроиться на нормальную работу. Ну если нет, можешь возможности, но если не берут меня на работу. Давай сыну нашему скажем. Подожди, сынок, мы тебя попозже там покормим. Ладно, на самом деле он бы как-то мог бы наверное уже сильнее поднапрячься. Хотя с другой стороны может быть правда в городе просто работы нет. Я не знаю. Но, как говорится, было бы желание. На работу устроиться. Да конечно. Так и будем жить и нещете, наверное. Нет. Ты постоянно пилишь и пилишь. Мне от этого еще вообще не хочется ничего делать. Ни на работу, ни идти, никуда. Ну да, давай будем сидеть голодные. Короче, Вов, давай, если ты не устраиваешься в ближайшее время на работу, ну смысл тогда нам жить, если нам не на что просто. Просто разъедемся и все, мне будут помогать родители. Меня бесит вообще, что Маша. Меня бесит вообще, что Маша. Я Игорь Войтенко. Там постоянно били меня насчет работы. Прям охота сказать, ну иди ты, и все. Я понимаю, что я сейчас там не работаю. И она заняла такую должность. Я же мать. Ну, конечно, что же. Мы с ребенком там сидим. Ну, это не тяжело же. Господи, ну зачем тоже давить вот это. Уйди, иди, и работай. Это же не тяжело сидеть с ребенком. Вообще не тяжело. Ну, блин, я ни его не хочу защищать, ни ее. Работай. Я сам как будто не знаю. Сам, наверное, разберусь, что мне сделать. Мы с Вовой начали отдаляться друг от друга. И кроме ребенка как будто ничего не объединяет. С кем ты переписываешься? С Эдиком. В клуб заведу. Ничего не перепутал? А что мы с ним давно не виделись? Сходим завтра. Что такого? Я тебе схожу. Там и жить будешь в своем клубе. Понятно? А что такого? Да ничего. Мы зачем ребенка рожали? Чтобы гулять ходить? О, господи, нам плохо. Кстати, если рожаете ребенка, ничего больше нельзя делать. Никуда не ходить вообще ничего? Нет. А что я должен сидеть целыми днями дома? А я должна? Ну, у тебя ребенок, ты его кормил. А у тебя не ребенок? Ну, есть ребенок, но я же его не кормлю. И что, при чем тут это? Это творит такой же ребенок твой, как и мой. Ну, вот посмотри, ну, сама посуди, я постоянно просто сижу. Потому что у тебя ребенок и семья теперь. Ты это создал? Создал. Я прям на весь день уйду. Иди. Хоть на весь, хоть на три дня иди. Ну, меня это не устраивает. Я хочу свое личное пространство. Так же пойти с друзьями погулять. Ну, с Эдиком там встретиться. Вова все-таки пошел встречаться с друзьями. Хоть я и была против. И когда он вернулся, я несколько дней с ним вообще не разговаривала. Классное. Классное взаимоотношение. К таким ребятам нужно стремиться точно. А потом поставила ему условие. Если он еще раз уйдет гулять с друзьями, не найдя работу, больше сюда не вернется. Ни в какие рамки не лезет. Если он пойдет в клуб, пусть идет. Останется без меня. Бля, такая вся тупая хуйня. Я даже не знаю, как это комментировать. Типа, есть чел, который работал, потом не может просто найти на работу. Ему и мозги. Я не знаю, может быть, он что-то недоговаривает и слабо ищет эту работу. Она запрещает ему ходить гулять. У них, просто, знаете, вот показательно, как не должны строиться отношения в принципе. Я думала, это заставит Вову взяться за голову. Но получилось по-другому. Мы расстаемся. Пока. Ты вам очень мне не хочешь? Нет. Убраться. Опа. Я тут одна должна все убирать. Нормально в обед пивасик с рыбкой, с кайфом. Чего опять мозг мне выносишь тут? Пошел бы лучше на работу себе нашел. Ну, это пока не работа. Денег не вижу. Я ничего не вижу хорошего. Вот они деньги. Да ты ребенку так скажешь своему, да? Ты не путаешь ничего у нас. Кто мужик, кто кто. Где мужик? Я не вижу мужика. Ну, ах так. Ну, найди, который как подстилочка будет за тобой вехать. А-а-а, Машенька. Да лучше другого найти, чем такого, как ты. Я сейчас соберусь. Блин, ну это очень плохо. Так нельзя говорить никому. Ужас. О-о-о-ой. Я лучше найду другого. Кстати, после таких слов сразу появляется желание строить дальше с этим человеком отношения. Пойду к маме ночевать. Давай. Хорошо. Если бы она не пилила бы мне мозг или давала бы пространство личное, конечно, у нас бы нормально все было. Не было бы вот этих всех круганий. Я не понимаю, как мы с Вовой докатились до такого. У нас сын родился, а я на нервах. Когда я пришла к маме и обо всем ей рассказала, мама, выслушав, встала на сторону моего мужа. У него дочь тоже должно быть личное пространство. Если ты его будешь так задалбливать, он может вообще развернуться, уйти и бросить тебя. Ну и пусть бросает. Ну это ты сейчас так говоришь. Ну а что, мам, я должна с этим смириться, то, что он гуляет? Лучше бы работу нашел. Просто ты тоже, мам, как будто защищаешь его. Я считаю, что Маша не права в том, что она Вове не дает свободы, что ли. Я считаю, что Маша должна... Блин, мама такая разумная. Может же с Машей поговорить нормально? Ну Маша уже все упертая, как пень. Меняться маленько, убрать свой эгоизм. Кстати, пень всегда упертый. Иначе просто Вова может ее бросить. Я не задумывалась никогда о том, что Вова может меня бросить. А что, если это действительно произойдет? Я не хочу такого. Ни для Вовы, ни для нашего сына. Я решила ради эксперимента попробовать оставить Вову в покое и просто заниматься ребенком. Ради эксперимента. Вова по-прежнему не работает и каждый день встречается с разными друзьями. Мне очень тяжело молчать, ведь так хочется высказать ему все мое возмущение. Но я дала себе слово оставить его в покое. И пока держусь. Я настроила себя, что я буду счастливой. И все у нас будет хорошо. Идем мы, кстати, пока что кленовые листья. Ну, с Машей, наверное, настоящая любовь. Ну, как-то пытаемся, ну, вроде чем-то угодить. Ну, вроде... Вова такой, наконец-то мне не колупают мозги. Ура. Хорошо, пока что. Дома, Семенович. Как глуп? Да я тебя сейчас выведу за такие слова, понял? Когда ты по-настоящему любишься, я посмотрю, как ты себя будешь вести. Только работу надо найти. Ну, у меня есть тебе предложение. А что ты там делаешь? Обносить гаражи. Как тебе? На заводе. Сколько? 35 тысяч. Ну, для нашего города нормально. Конечно. И Машка офигеет. Я офигею. Вова вернулся домой... Я представляю, она ему насчет колупать мозги сразу. И в полночь. Я уже была готова начать ругаться, но он меня опередил. Сказала, что нашел работу разнорабочим на заводе. Не прошло и сто лет. Теперь я думаю, что все будет хорошо. Я хочу верить, что мы вырастим. Достаточно было просто чуваку не колупать неделю голову. Все. Кошева. Сына. И судьба сама подкинула ему работу. Он ни в чем не будет нуждаться. Мужчина в семье должен всех содержать. Так и будем делать. Все-таки было что-то в совете мамы. И на будущее я постараюсь давать Вове больше личного пространства и уважения. Не-не-не, надо колупать мозги. Такое всем нравится точно. За время беременности, да и после рождения сына, мы с Вовой делали много ошибок, которые могли бы разрушить наши отношения. Но мы выдержали безденежье и быт. Поздравляем вас с безденежьим бытом. Значит, могу, конечно, нагадать, что у вас будет через два года, но это уже было. С вами был, как всегда, потомственный маг Святослав. Ссылка на мой Телеграм с гаданием будет в описании, а также вот здесь на экране. Спасибо за просмотр. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова